Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о созревании вина. Разберем, что это такое, какие факторы действуют на созревание и как мы с вами, как виноделы, можем повлиять на этот процесс. Ну, для начала поговорим, что же такое вообще созревание. Созревание это процесс приобретения вином определенных качеств. Вот, как нашла определение в книжке, характерных старому вину, но это, наверное, не совсем правильно. То есть вино просто в процессе созревания становится более приятным, раскрывает свою ароматику, раскрывает весь свой паноциал, становится более питким, более приятным, более мягким. И когда он, в принципе, начинается? В профессиональной литературе считают, что процесс созревания вина начинается еще с момента яблочно-молочного брожения. Это тот процесс, который улучшает качество вин. Если мы говорим о красных винах и, опять же, в профессиональной литературе годов 80-х считалось, что красное вино, любое, должно пройти вот эту стадию яблочно-молочного брожения. Касательно белых вин, там есть определенные споры. В некоторых странах некоторые ученые считали, что это тоже очень классно. Другие считали, что, может, и не совсем, можно обойтись, либо вообще это плохо. То есть, по белым винам однозначно нет такого, но по красным яблочно-молочное брожение это первая стадия созревания. Итак, что же происходит дальше после яблочно-молочного брожения? Ну, тоже помним, что в классике созревание вин происходит в дубовых бочках. Ну, понятно, что дубовые бочки есть абсолютно не у всех, особенно если мы говорим о домашнем виноделии, о микровиноделии, когда мы работаем с небольшими количествами, ну и не всегда, возможно, дома содержать эту бочку. Об этом я рассказывала. И под видео, нажав кнопку «Еще», я вам обязательно оставлю ссылки на видео про дубовую бочку. То есть, вообще, созревание в этой самой бочке. Почему же именно дубовая бочка? Дело в том, что процессы созревания сосредоточены на окислительных и восстановительных процессах. В окислительных процессах нам нужен кислород. И дубовая бочка, скажем так, это самый удобный инструмент дозирования вот этого самого кислорода, который поступает в вино. Да, он поступает там не совсем равноверно, только в поверхности, потом проникает глубже, но это все нюансы. Не будем углубляться сильно. Ну, понимаем, что дубовая бочка – это не только танина дуба. Если мы хотим добавить именно танина в дуба, то мы можем положить дубовую щепу. Но бочка играет гораздо большую роль. И здесь я позволю себе чуть-чуть отвлечься. Очень много и ваших комментариев читала, что и, в принципе, много где читала. Оптимальный размер дубовой бочки – 225 литров, все остальное – все ерунда. Ну, давайте просто немножечко подумаем. Вся профессиональная нормальная литература строится на чем? На промышленном виноделии, где люди работают с большими масштабами. И, кстати, если подсчитать ту же профессиональную литературу, то вы встретите, что объем дубовой бочки должен быть минимальным. Но, понятно, минимальным для больших объемов. Если виноделья производит то, ну, 2, 3, 4 вина, то они, ну, не будут ни 10 литров использовать, ни 20, ни 30. 225 – это оптимальный объем для вот этих вот больших объемов производства. И то даже на больших винзаводах, ну, не каждый ставит эти дубовые бочки, потому что, ну, они решили себя упростить процессы. Это дорого. Поэтому объем дубовой бочки, в принципе, может быть любой. Но мы понимаем, чем она меньше, тем площадь соприкосновения больше, и тем время нахождения вина там тоже будет меньше. Если в классике в 225-литровых бочках держат там год, 18 месяцев, бывает 3 года, ну, про эти нюансы выдержки мы как-нибудь поговорим в другой раз. То в маленьких объемах просто нет и смысла столько держать, и, ну, это будет плохо, потому что объем бочки другой, и соприкосновение с кислородом совсем другой. Чуть-чуть попозже покажу еще, разверну камеру, покажу вам результаты немножко такие наглядные. Ну, если у нас бочки нету, ну, и, в принципе, да, классический вариант, когда вино наше побродило, мы там один раз сняли с осадка, конец февраля. Тоже помним в том видео, где я рассказывала, как часто снимать с осадка, вот она, пришла вторая переливка. Конец февраля мы снимаем с осадка. И здесь есть очень важный момент. Созревание, да, это окислительно-восстановительные процессы. Во время снятия с осадка мы можем вино либо сильно насытить кислородом, в зависимости от того, как мы будем его снимать и переливать, либо сделать вот этот кислородный контакт минимальным. И здесь будет очень важно, какого типа ваше вино, потому что для белого вина кислород плохо. Ну, его должно немножко быть на самом деле, но не столько. Для красного насыщение кислородом это не так страшно, но тем не менее. Смотрите, если мы снимаем 4 раза в год, то есть у нас есть, мы всем можем позволить вот этот годовой период, скажем так, в созревании, в подготовке вина, у нас есть чего пить, да. Тогда мы делаем вот эти 4 переливки и можем себе позволить, в принципе, разбрызгать и разбрызгать. Сейчас я поверну, покажу просто, о чем я говорю. Если по каким-то причинам мы снимаем чаще, мы хотим там что-то с нашим вином делать, чтобы оно быстрее осветлилось, тогда уже нам надо быть более осторожными, потому что мы чаще насыщаем его кислородом. И, соответственно, излишнее насыщение, вот эта аэрация, она тоже вину не нужна. Итак, я сейчас развернула камеру. Смотрите, у меня теперь есть такая классная китайская штука, даже с фильтром. Не надо ничего мудрить. Опускаем, у нас есть груша, и мы ей просто подкачиваем. Все, процесс пошел. Ну, а дальше уже само отсчет. И вот, смотрите, в зависимости от того, как я здесь лью, я сейчас опущу камеру ниже. То есть я могу разбрызгивать по стенкам, либо я могу опустить шланг туда. Я уже не буду приближать, вы поймете. И когда я опускаю шланг туда, насыщение кислородом будет меньше. Соответственно, таким образом вы можете регулировать. Честно, ну, я не знаю, как посчитать вот это насыщение кислородом. Но, тем не менее, то есть чем ваше вино становится, скажем так, старше, тем вот эти вот вещи становятся важнее. И для белого вина лучше вообще вот так все делать. Ну, для красного, в принципе, можно сделать и вот так. Если мы его не планируем ни в бочку, никуда, значит, мы его переливаем вот таким образом. То есть можно позволить ему немножечко по стеночкам побегать. Ну, а пока там наливается вторая емкость, мы посмотрим, что у нас происходит в дубовой бочке. Ну, и здесь очень удобно, что есть краник. Хотя можно все перелить и через верх. И вот, собственно, перед вами два бокала. Не видно ни так, ни так. Сейчас я найду, как показать. Ну, уже, наверное, видно немножко по оттенку. Значит, вот в этом... Сейчас включу фонарик. Те кирпичные тона, о которых я говорила, смотрите, значит... Ну, на ободки смотрим, потому что немножко может быть еще мутноватеньким для этого времени. Нормально, то есть это более такое розовенькое. Вот это более... Ну, видите цвет? Он другой. То же, то, что оно здесь немножко мутновато, вы видели, я налила снизу. Перед этим бочку принесла, на стол ее закинула, ну, поболтала, конечно, все. То есть если бы я сверху заливала, было бы все по-другому. То есть первое, в чем отличается, это в цвете. Второе, это абсолютно два разных вина, несмотря на то, что они из одного винограда, из одного урожая и, в принципе, из одной, скажем так, общей емкости. Вот это вино, как, да, еще не созревшее. Оно больше имеет тонок молодого, свежего винограда. Вот это вино несколько другое. У него уже другой запах, другой вкус, более мягкий. Они, в принципе, хорошие и то, и то. Но они абсолютно разные. Два ровненько месяца всего лишь. Бочка стояла на балконе, зимы у нас в этом году не было. То есть градусов 10. И последние, наверное, недели полторы я ее занесла в квартиру. И вот градуса 22 там было. Вот она стояла. То есть вот он, как бы, один из вариантов созревания вина. Но это не значит, что вино полностью созрело. Помните, я вам говорила, процессы окисления и восстановления. Сейчас оно несколько окислилось. И дальше мы берем классический вариант. Мы же не касаемся какой-нибудь Мадеры, когда ее специально окисляют на солнце. То есть мы берем такой общий классический вариант. То есть сейчас оно окислилось, и ему бы хорошо восстановиться. Но об этом в другой раз. После бочки мы вино заливаем в бутылки. Вот по разливу в бутылки через некоторое время потерпите. Будет видео, где тоже все подробно расскажу. Но бочки нет. То есть я вам показала, что можно аэрировать, когда вы переливаете. И, соответственно, если мы хотим немножечко себе поторопить, вот это все, не хочется ждать год, хочется ждать меньше, хочется вино выпить раньше. Ну, еще пока есть запас, да. То есть какие-то манипуляции мы можем провести с вином. Ну, значит, мы тогда снимаем не классические вот эти вот 4 переливки в год, а немножко чаще. Просто переливаем, то есть не сильно взбалтывая. Не надо, чтобы оно по всей бутылке разбрызгивалось. Это очень так жестоко для вина. А опускаем шлаг внутрь. Ну, либо там чуть-чуть сначала полили, и потом уже опустили внутрь. Пусть он так спокойненько и насыщается кислородом. Как часто? Ну, я думаю, что по пару месяцев вот так вот можно поделать пару таких переливочек. Потому что, честно, конкретных цифр нигде нету. Ну, опять же, почему? Потому что все делают в промышленности. Там они, если все это стоит в больших железобетонных емкостях, то там специально есть приборы, они аэрируют, они понимают количество кислорода и так далее, и так далее. У нас этого нет, мы действуем вслепую. Дальше, если мы хотим ускорить процесс созревания, что еще вообще влияет, кроме вот кислорода, мы уже сказали, что еще влияет? В одном из своих видео, где я рассказывала про пастеризацию, я говорила, что пастеризация – это один из способов ускорения созревания вина. То есть, если она правильно проведена, то есть закрыта, правильные температурные режимы, оно тоже ускоряет вот эти самые процессы, которые происходят в вине. И, например, в Испании, правда, там нагревают, по-моему, градусов до 30, и некоторое время держат при повышенных температурах. Ну, понятно, они могут себе это позволить в промышленных условиях, а потом выносят на холод, перемещают на холод. Не помню, где-то в районе минус 4, и там еще где-то недельку держат. То есть, в принципе, после пастеризации, переместив в прохладное место, ну, по возможности прохладное, подержав неделю-две, частично вы можете добиться этого самого ускорения. Дальше, в том же видео я оставлю ссылку под видео, я говорила о том, что дубовая стружка, она также может ускорить созревание. Так, например, дубовая стружка при температуре 25 градусов в течение нескольких дней дает определенный эффект. И этот же эффект, та же дубовая стружка дает за где-то 6-8 часов, если нагревать до 60 градусов вино вместе с ней. И тоже я вам уже рассказывала в видео, где я показывала, как готовить дубовую щепу, и рассказывала о результатах. После того, как мы дубовую щепу помещаем в вино и выдерживаем некоторое время, вино тоже меняет свой вкус, оно становится более зрелым, более приятным, более питким, более круглым, ну, таким более взрослым, да, если сказать одним словом. И, кстати, раз уже мы коснулись темы вообще дубовой стружки, либо щепы, не бойтесь передержать. У меня, ну, в этом году я очень много чего экспериментировала. Щепа была сильно обжарки, добавила в красное вино через некоторое время, когда его попробовала, у меня был шок. Потому что если вы когда-нибудь полоскали десна дубовой коровой, вы поймете, о чем я говорю. У меня стянуло вот так вот все. Я думаю, ну что ж, я так, ладно, у меня как бы есть чем развести. Ну, как-то я перестаралась. Так вот, буквально через несколько дней этот эффект ушел, так что не бойтесь. Ну, понятно, не стоит сильно переусердствовать, но, тем не менее, ну, не бойтесь. Итак, температура. Значит, тоже, если мы рассматриваем советскую литературу, то в советской литературе рекомендуют вино, там, в бочках, в емкостях, выдерживать где-то при температуре, по-моему, 12-14 градусов. Ну, да, в этой температуре вино созревает, то есть мы знаем все, что вино хранят в подвалах, как бы все классно, все хорошо. Но, если мы хотим ускорить процесс, то температура – это наш помощник. 20 градусов для красного вина и 25 для белого. То, что происходит в течение длительного периода, у вас может пройти за пару месяцев. Так что, вот это такая очень хорошая новость для тех, кто делает вино дома. То есть у нас нет подвалов, у нас на улице потеплело, и мы уже не можем хранить на балконе при какой-то прохладной температуре. Значит, не пугаемся, все смело заносим в квартиру. В квартире у нас градуса 22-24, как правило, либо в доме, и все нормально. Ваше вино будет в прекрасном самочувствии, и все с ним будет хорошо. Мало того, ну, в принципе, ускорится созревание. И дальше по хранению самое основное – это постоянная температура. Но об этом как-нибудь поговорим в другой раз. Температуру затронули. Ну и последний вопрос. Как я говорила, что в созревании вина участвуют процессы и окисления, и восстановления. Так где же проходит восстановление? Восстановление потом происходит в плотных, закрытых ямкостях без доступа воздуха. То есть если в бочке оно аэрировалось, оно окислялось, то в дальнейшем, разливая такое вино в бутылки, оно восстанавливается там за некоторое время. Ну, повторюсь, по-разливу у нас будет отдельное видео. Итого, подводя итог, значит, что влияет на созревание вина? На созревание вина влияет наличие кислорода. Значит, мы даем доступ либо в бочке, а либо путем аэрирования, когда мы переливаем, ну, помним, без фанатизма. Потому что избыток кислорода и слишком сильное окисление, оно будет плохо влиять на вино, вино может начать горчить. Кстати, повторюсь, что никаких антиокислителей я не добавляю никогда. Серу я абсолютно не использую. Абсолютно натуральное живое вино, скажем так. Второй фактор – это температура. То есть, чем температура ниже, ну, тоже в разумных пределах, тем процессы идут медленнее. Хотим ускорить. Перемещаем вино 20 градусов для красного, 25 для белого. Пастеризация. Подробно оставлю ссылку. Добавление дубовой щепы. Тоже подробно оставлю ссылку. Ну, и дальше следующий этап. После того, как наше вино несколько насытилось кислородом, мы его разливаем по бутылкам. И розлив тоже, какие процессы в это время будут происходить, об этом я вам расскажу в следующий раз. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Большому спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты, ну и все полезные видео. До новых встреч. Пока!